Итак, мы продолжаем наш разговор об итальянской карьере Эльдора Шамуродова. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы поговорить о ближайшем матче команды Эльдора, Ромы, которая будет в следующем туре итальянской серии А сражаться против Сосуола. Именно сражаться, потому что здесь встречаются прямые конкуренты в борьбе за еврокубковые места. Это, как понято говорить, битва за 6 очков, то есть когда ты и сам набираешь 3 очка, и у конкурента можешь эти самые 3 очка отнять. Ну и разумеется, в преддверии данной встречи я решил разобрать перспективы Шамуродова, сможет ли он выйти в основном составе, сможет ли он показать себя, и какие вообще варианты у него есть в матче против такого соперника. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор – это компания PINAP.RU, которая продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте PINAP.RU, а также ведете промокод, указанный в описании к этому ролику, то вы можете получить бонус до 3000 бесплатного фри-бета. То есть вы можете сделать ставку, ничем не рискуя, просто заработать деньги, и это достаточно серьезный подгон в наши доказательственные времена. Так что дерзайте, ребята, регистрируйтесь по ссылочке, вводите промокод и играйте. Ну, можете, например, поставить на забитый мяч Шамуродова, почему бы и нет. Тем более, что теоретически у него, наверное, будет возможность показать себя. Сейчас Сосуолу является командой, которая переживает, скажем так, перестройку. Потому что в прошлом сезоне у них был тренер Дидзерби, который сейчас отправился работать в Донецкий Шахтер. Сейчас происходит, ну, скажем так, определенное обновление команды. Некоторые футболисты покинули состав Сосуола. И в результате сейчас команда, ну, наверное, будет не такой интересной, как в былые сезоны. Да, разумеется, может быть по-разному. Возможно, в этом году команда напротив прибавит еще сильнее. Но мне кажется, что потеря великолепного тренера Дидзерби, потеря некоторых важных исполнителей, может, скажем так, несколько подрезать крылья вот этой молодой, интересной и очень дерзкой команде, которая появилась в Италии вот за последние годы. Я говорю о Сосуола. И, в общем-то, первые, знаете, такие намеки мы видели в стартовых турах. Потому что, да, они обыграли Верону со счетом 3-2, но пропустили два мяча во встрече с не самым сильным соперником, скажем так. Верона — это не бог весть, какая команда все-таки. Это не Рома, не Интер, не Ювентус, а два мяча здесь Сосуола получил. Ну, а потом ничья в матче с Амбдорией. Поэтому есть о чем призадуматься. Сейчас очевидно, что Сосуола, скажем так, уязвимая команда, которую можно и нужно наказывать за их проблемы, за их косяки. Поэтому это команда, которая пытается быть верной своему стилю. Сосуола в прошлом сезоне был первой командой Италии по проценту владения. Ну, то есть играл коллектив немножко в стиле вот такой Барселоны. И вот в результате поменялся тренер, но стилистика никуда не делась. Сосуола и сейчас являются первой командой Италии по проценту контроля. Второй, кстати, является Рома Эльдора Шамуродова. Поэтому здесь очень многое будет зависеть от того, кто будет больше владеть мячом. Рома или Сосуола. Если говорить в ближайшем матче, то римляне играют у себя дома. И формально они вроде как должны больше идти вперед, больше играть первым номером и так далее. С другой стороны, Жозе Мауриньо всегда считался тренером достаточно осторожным, таким прагматичным. И, возможно, он в этой встрече попытается сыграть от печки, от обороны. Не стоит исключать такой вариант. И в результате, вполне возможно, этот вариант будет избран основным на данную встречу. Как мне кажется, Сосуола сейчас будет уязвим как раз-таки против подобной стилистики Ромы. Если римляне отойдут в защиту, будут держаться у своих ворот, Сосуола пойдет в атаку и может нарваться на контр-выпады. И вот здесь может проявить себя в том числе и Шамуродов, потому что у него отличная скорость. Он прекрасно чувствует себя на контр-атаках. Он великолепно способен разбираться на свободных зонах соперника. И недавно доказал это в матче сборной Узбекистана против сборной Швеции, забив очень красивый мяч именно в такой ситуации. И вот мне кажется, нынешняя оборона Сосуола может провалиться против Ромы. Потому что, с одной стороны, фамилии здесь очень крутые у всех защитников. Ну, то есть, например, тот же самый Кирикеш. В недавнем прошлом защитник Тоттенхэма или там Толян. В недавнем прошлом защитник Дортмундской Баруси. То есть, по именам обороны смотрится очень серьезно, очень круто. Но при этом мы видим, что защитная линия действует не лучшим образом. Команда может пропустить, пропустить много. И здесь Эльдор Шамародов способен себя показать при должной удаче, везении и сноровке. Ну, а касательно того, выйдет ли Шамародов в основе, к сожалению, у меня есть чувство, что нет. Все-таки Шамародов, в отличие от Абрахама, участвовал в матче сборной страны, сборной Узбекистана против Швеции. Абрахам, насколько я понял, ни в старшую сборную Англии, ни в молодежную не вызывался. И, что очень важно, сейчас все-таки Абрахам до сих пор пользуется определенным блатом. Потому что в него вложили 40 миллионов евро. Он куплен за большие деньги был. И, разумеется, сейчас, сразу после перехода, Мориньо вынужден ставить его в стартовый состав. И никому больше не давать шанса. Потому что, когда приходит футболист за такие деньги, ну, поначалу нужно его использовать. А вот дальше, если он не сможет себя проявить, уже можно посадить его на скамейку запасных. Потому что тогда тренера поймут, что вот купили футболиста, он себя не показал, вот, пожалуйста, посиди на скамейке. А если придет футболист за 40 миллионов и его сразу отправят в резерв, ну, сами понимаете, тут мало кто поймет такой поворот сюжета. Поэтому Мориньо сейчас вынужден, в том числе, использовать именно Абрахама. Но со скамейки запасных Шумуродов зачастую бывает даже полезнее и опаснее, чем в стартовом составе. Шумуродов не раз забивал в своей карьере, выходя со скамейки. Это было и в Италии, и в Дженуа. Поэтому я считаю, что как раз-таки, выйдя на второй тайм, выйдя ближе к концовке встречи против подуставшего Сосуола, он может как раз показать себя очень неплохо. В контратаках, в контратаках, ну и, собственно говоря, на свободных зонах соперников. Учитывая то, что Сосуола, скорее всего, постарается играть в своей классической тактике, много владеть мячом, здесь Шумуродов может действовать именно на контратаках. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале, он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово, в описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий, только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!